Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня мы будем читать продолжение сказочки про двух морозов. Устраивайтесь поудобней и слушайте повнимательней. Только солнышко закатилось, сошлись они опять в чистом поле. Спрашивают друг друга, что? То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, говорит младший. А толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять? Старший посмеивается себе. Эх, говорит братец Мороз Синий Нос, молод ты и прост. Я его так уважил, что он час будет греться и не отогреется. А как же шуба? Тогда шапка на нем, а сапоги-то волчьи. Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, и как начал знобить. Он-то ежится, он-то жмется, докутается, думает. Дай-ка я ни одним суставом не пошевельну. А вось, меня тут Мороз этот не одолеет. А не тут-то было. Мне-то это и с руки. Как принялся я за него, чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну, а ты что со своим мужиком-то сделал? Ох, братец Мороз, багровый нос, плохую ты со мной шутку шутил. Все это время не образумил. Думал заморожу мужика, а вышло, что он мне отломал все бока. Как так? Да вот как. Ехал он, сам ты видишь, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать. Только он все не робеет. Еще ругается, такой, говорит, сякой этот Мороз. Совсем мне даже обидно стало. Принялся я его еще пуще щипать доколоть. Только ненадолго была эта моя забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. А я-то думаю, вот тут-то мне его точно сломать. Забрался я к нему под полушубок и давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу, плохо не усидеть мне под полушубком. Под конец даже пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю, как быть? А мужик все работает. Да, работает. Чем бы его зябнуть? А ему жарко стало. Гляжу, скидает себя полушубок. Обрадовался я. Погоди же, говорю. Вот я тебе покажу себя. Полушубок весь мокреханек. А я в него забрался. Заморозил так, что он стал лубок-лубком. Надевай-ка теперь, попробуй. Как покончил мужик свое дело, да подошел к полушубку. У меня и сердце взыграло. То-то, вот сейчас точно потешусь. Посмотрел мужик и принялся меня ругать. Все слова перебрал. Что нет и хуже. Ругайся, думаю я себе. Ругайся. А меня все равно не выживешь. Так он бранью не удовольствовался. Выбрал полено подлиннее. Да посучковатье. Да как принялся по полушубку-то бить. По полушубку бьет. И меня все ругает. Мне бы бежать поскорей. Да уж больно я в шерсти-то завяз. Выбраться-то не могу. А он-то все колет. А он-то все колотит. На силу я ушел. Думал костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я. Мужиков больше. Никогда не морозить. То-то. Ну что мои маленькие друзья. А сейчас время позднее. Нам с вами пора смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания. Пока. 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 Продолжение следует...